всем привет дмитрий в студии и мы начинаем 9 выпуск айки news сегодня в выпуске первый в мире смартфон от илона маска новый контроллер python для ssd чип биометрической защиты samsung android игры для пользователей windows а также говорящая клавиатура для windows 11 почему все говорят о тесла фоне информация о том что маска работает на смартфонам распространялась сети еще в прошлом году но теперь компания тесла сообщила что продажи новые телефоны поступят уже в конце этого года вы спросите что же такого уникального в новинке от тесла первое что мне показалось не полезной функцией это встроенная солнечная батарея всего за 30 минут данная технология позволит вам зарядить телефон на 20 процентов но вы только представьте лежишь такой под палящим солнцем попиваешь бутылочку пива а в это время телефон заряжается сам по себе без необходимости подключения пауэрбанка и зарядного кабеля и он утверждает что данная технология позволит пользователю всегда находиться на связи это ли не сон вторая главная фишка более приятно для любителей проводить все свободное время в интернете дело в том что при покупке смартфона доступен спутниковый интернет starlink бесплатно и пожизненно вам больше не придется платить за интернет сотовому оператору а теперь немного о характеристиках tesla phone имеет процессор qualcomm snapdragon 8 серии оперативную память 16 гигабайт встроенную память на 512 гигабайт либо 1 терабайт быструю зарядку type-c мощностью 100 ватт а также графеновый аккумулятор и защиту ip68 полная презентация tesla phone состоится немного позже а старт продаж как я говорил ранее ожидается ближе к концу 22 года файсон представила ssd контроллер е26 поддержкой pc и 5.0 компания файсон электроник поделилась свежими подробностями о своем новом контроллере для твердотельных накопителей это первый контроллер файсон для ssd с интерфейсом pc и 5.0 x4 контроллер будет изготавливаться на мощностях компании tcmc в технологических нормах 12 транзакций в секунду в его конфигурацию входят два ядра rm cortex r5 и три фирменных ядра кокс процессор он поддерживает до 8 каналов с более чем 30 микросхемами памяти а скорость передачи достигает 2400 транзакций в секунду контроллер поддерживает работу с флеш-памятью 3d tls и qls nand объем накопителя на основе нового чипа может достигать 32 терабайт цепи ввода-вывода работающие с флеш-памятью рассчитаны на напряжение питания в 1 и 2 вольта встроенный 32-битный контроллер deram поддерживает память стандартов ddr4 и ldpdr4 работающие со скоростью 3200 мегабит в секунду на линии также заявляется о поддержке механизма сквозной защиты всего канала данных компания отмечает что пися и 5026 и 26 позволяет обеспечивать скорость последовательного чтения до 12 гигабайт в секунду скорость последовательной записи до 11 гигабайт еще одним плюсом можно назвать интегрированный термодатчик самсунг представила свой чип биометрической унификации для смарт-карт особенности чипа в том что он объединяет себе все элементы безопасности которые ранее были разбросаны по площади пластиковой карты корейский эти гигант считает что такой подход может сократить затраты банков на изготовление платежных карт чип объединяет себе блок security элемент хранящий конфиденциальные и крипто графические данные процессор безопасности обрабатывающие данные и сканер отпечатка пальцев на актуальных моделях платежных карт с биометрической защитой все эти элементы разбросаны и находятся в разных местах что усложняет их производство samsung заявляет что их разработка первое решение на рынке объединяющие все части воедино также компания рассказала о том что с еблок хранящий данные отпечатков пальцев пользователя получил несколько сертификатов безопасности процессор использует запатентованный алгоритм аунтификации по отпечатку пальца и имеет встроенную защиту от спуфинга что не позволяет злоумышленникам получать доступ платежной карте с помощью искусственных отпечатков пальцев google play для пользователей windows 11 еще в декабре стало известно что google есть планы по выпуску игр для android системах windows 22 году компания google разработала уникальное приложение которое можно использовать для доступа к растущему каталогу игр с приложением установлены на пк с windows геймеры смогут играть в лучшие игры на мобильных устройствах планшетах устройство хромбук и пк с windows используя всего лишь мышь и клавиатуры с данной технологией вы получите улучшенные элементы управления возможность переключения между устройствами в любое время сохранение прогресса вне зависимости от устройства а также море удовольствия от любимой мобильной игры на на данный момент функция доступна только для людей в корее тайване и гонконге на ближайшее время она появится и на просторах снг более детальное описание а также руководство по установке и настройки уже скоро у нас на канале обновленный голосовой доступ windows 11 участникам программы предварительной оценки windows inside доступна предварительная сборка windows 11 22 538 данная сборка включает себя обновленные функции голосового доступа голосовой доступ это новый способ управления компьютером с помощью голоса вы можете использовать сенсорную клавиатуру с голосовым доступом для написания слов вода чисел знаков припинания а также смайлов принцип работы прост откройте виртуальную клавиатуру с помощью команды и на каждой клавиши есть номер чтобы нажать клавишу вы просто говорите нажмите 27 если хотите например число 27 которое является буквой с также доступна возможность загружать пакеты распознавания речи из microsoft store что обеспечивает более высокую производительность транскрипции ну вот и выпуск подошел концу надеюсь 9 выпуск был интересным и полезным всем добра удачи друзья если вам нужно восстановить удаленные данные просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера то в этом вам помогут программы компании hetman software перейдите на сайт по ссылке из описания бесплатно скачайте и установите нужную программу запустите анализ диска утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их на нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса начинают установки системы ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям